День воскресный, день чудесный, а я к вам спешу с глубоким и информативным выпуском, который без комментариев вас сегодня ну точно не оставят. Давайте поподробнее. Сегодня речь пойдет про двух молодых ребят, которые, пользуясь текущими условиями рынка 18-19 года, начинают перепродавать брендовые кроссовки. И на этом скопили неплохой стартовый капитал, порядка 3,5-4 миллионов рублей. А после чего думают, 20 лет, нам вся жизнь впереди, надо чем-то заняться. Почему бы нам не залезть в стройку? Ведь это действительно выгодно. Строят свой первый дом, который покрывается нахрен плесенью, который сам они назвали тот самый первый сарайчик. Но не опустили руки, не начали плакать, не побежали к мамке под юбку, а продолжили, совершив работу над ошибками. Что из этого получилось, сегодня мы посмотрим и послушаем. Дайте ребятам просто начать говорить, и вы сразу поймете, что этот выпуск действительно интересен. Тайм-коды ждут вас в описании. При этом никаких призывов купить дом, купить курсы, купить биткоин, купить шмидкоин сегодня не будет. Один спонсор выпуска на 10-й минуте, я вас с ним познакомлю. Короче, ребята, сегодня будет действительно увлекательный и интересный выпуск. Без промедления начинаем прямо сейчас. Давайте с предыстории. Друзья, знакомьтесь, наш один из героев этого выпуска Андрей. 23 года и начинается увлекательная история прямо сейчас. Я переехал из Сибири, Кемеровскую область, с города Новокузнецка в Санкт-Петербург. Это был 11-й класс. Переехал учиться, чтобы дальше поступить тут в университет. Зачем ты переезжаешь в 17 лет из Новокузнецка в Питер, да ты еще переехал без родителей? Да. Как вообще такое возможно? У меня в голове не укладывается, в 11-й класс ребенок, ребенок, подчеркиваю, ребенок, поехал один учиться в школу в Питер. Это как? Да, тут, наверное, я переехал сюда вообще за девушкой, она постарше меня, и она начала учиться на первом курсе. Я, собственно, в Новокузнецке было тухловато, так скажем, и хотелось какого-то движа, чего-то нового. И решил сказать родителям, говорю, отпустите ли вы меня вообще в Питер? И как бы они на что согласились, они очень хорошо знали родителей, жены моей уже, теперешней. Вот, и поэтому, собственно, переехал, начал учиться. И вообще легче, когда переезжаешь с маленького города, вот многие переезжают сразу в университет, понятно, что у тебя один круг общения. А когда ты переезжаешь в 11-й класс, он еще больше, то есть ты набираешься знакомств со школы, и дальше уже переходишь в институт, у тебя еще твой круг знакомств расширяется. Познакомьтесь, Иван, тоже 23 года. Вань, ну давай, смотри, сейчас такая вот история, она начинается, я-то комментарий сейчас наперед вижу. Такая мутненькая, мутненькая, какими-то кроссовками приехал один, захотел модного движа. Тут есть Иван, который уже делает дроп, кроссовки, звучит как хрень полная. Но по факту это реалии. Такое действительно было, люди действительно зарабатывали на перепродаже брендовой одежды, и не только даже брендовой. Вот расскажи, пожалуйста, в чем вообще весь смысл заключается максимально простыми словами, чтобы даже пенсионеру было понятно. Вот есть магазин, есть кроссовок. Дальше что? Вот мне надо было бабушке это объяснить в первый раз. История такая, что есть магазин, который решил сделать кроссовок этот популярным не за счет того, что он будет там стоить очень дорого, как, допустим, у Луи Виттона сумка стоит, а за счет того, что их будет очень мало. И стоить они будут при этом, пускай, ну плюс-минус еще адекватных денег. Но купить эти кроссовки, так как их очень мало, невозможно всем, потому что спрос кратно превышает предложение. И получается ситуация такая, что, грубо говоря, вот там 500 человек пытаются купить кроссовки в Питере, стоят в очереди, там ночуют даже, стоят неделю в очереди, отмечаются там как на айфонах. Та же история, мы айфон тоже таким же образом брали. Стоят в очереди и потом там условно первым 50 удается их купить. И то там даже 500, они не знают, а сколько там есть, 50 или 70 их там будет. Вот и стоят, соответственно, пытаются. Также в интернете примерно там по разному образу устроены эти очереди, но условно это всегда вот очередь. Таким образом создается некий кроссовок, который может стоить от, внимание, от 15 тысяч рублей. Вот примерно такие цены были. То есть это не такое, что там полтора миллион какие-то космические суммы, хотя наверняка и такие цены, да, бывали? Да, есть такие. Но начнем с того, что 15 тысяч рублей. Знаешь, вот эта вот, как говорится, зарисовочка такая по-живому. Вот он, кроссовок Nike. Ну, он будет там в коллаборации с каким-нибудь известным артистом. Пусть это Nike и Jay-Z. И они запускают тысячу таких кроссовок на весь мир. И, например, из них 100 прилетает в Россию. Правильно я вот сейчас рассказывал? Да, все правильно. Стоит он 15 тысяч рублей. Ты отстоял очередь в магазин, покупаешь этот кроссовок за 15 тысяч рублей. И что с ним делать дальше? Ведь тебе он, в частности, ходить, он тебе нахрен не нужен. Ты его купил для того, чтобы заработать. Все правильно. Рынок в России был очень маленький. До того, как его раскачали там крупные магазины перепродажи. И в России вообще никому особо и не нужны были эти кроссовки. Но когда вы выходите из магазина, вы видите просто там 5 азиатов, которые стоят с горой просто пакетов, скупленных этих кроссовок. И они на ломаном русском тебе говорят о том, что там, ну, давай 27, ну, давай там 26. Ну, и вот ты, значит, ищешь, пытаешься побольше выбить. И там даже от размера зависит цена. То есть там могли одни размеры стоить 20 тысяч, а другие там 35 тысяч. В итоге продаешь китайцу, ну, а он потом везет в свою страну. И там продает еще дороже, потому что в Азии на это культ он гораздо раньше стрельнул. В Азии людей гораздо больше. В Азии гораздо больше богатых людей и азиаты, в частности, китайцы. Они действительно такие шмоточники, по-другому их не назовешь. Они любят брендовую одежду, они в ней стараются разбираться. И поэтому вот этот самый кроссовок, который только что был на экране у вас, купленный за 15 тысяч рублей, возле того же самого магазина, условно, можно было бы продать за 30 тысяч рублей, пятнашечку сразу чистыми ты в карман забираешь. А азиат сам купить не можешь, потому что у Азиата паспорт другой страны. И нужно купить именно гражданину России, потому что кроссовок приехал на территорию России. Рассказываю максимально подробно и просто, чтобы вам просто было понятно. Ведь я знаю, что среди вас много взрослых людей, которые вообще подумают, что эта хрень полная. Но вот так вот, ребята, вам было 17, 18 лет, и вы вот так зарабатывали денег. Да. Сколько вообще в реале удавалось зарабатывать в месяц в среднем? Потому что это же плавающий доход, там можно за день заработать. Очень плавающий. Особенно вот в одежде, там сезонами шли эти дропы. То есть выпуск этих кроссовок и одежды в свет. Но когда начинали, там это было, может, 20-30 тысяч рублей. Когда продолжали, ну, пиково, там это могло, там, и несколько сотен даже получиться в месяц. Но, конечно, все плавало, и системности какой-то пока не было. Вот дальше она появилась. Ну и таким образом, сколько лет вы этим делом прозанимались, и сколько вы на этом вообще денег вот суммарно заработали? Ты можешь посчитать, сказать? Около трех, трех с половиной лет, наверное, мы прозанимались этим. Суммарно получилось заработать, ну, может быть, полтора-два миллиона рублей. Слушай, ну смотри, миллион семьсот на каждого при условии, как мы сейчас обсуждаем, вы же параллельно еще живете, покупаете себе там продукты, ты, наверное, квартиру снимал, правильно? Какие-то дополнительные расходы идут. Ты за все платил сам, тебе родители какие-то деньги вообще давали каждый месяц? Нет, как я переехал в Питер, нет. Мы тогда, я поступил в Февгорный университет. Во-первых, там обучение было недешевое. Там 260 тысяч в год. Вот, и первый семестр мы с родителями скинулись пополам, а дальше уже, ну, у них не очень хорошо было с финансами, и пришлось как бы самому уже даже платить за обучение. А это все-таки 260 тысяч в год, тоже денежка такая. Ребята, значит, напоминаю, да, на данный момент, что никаких ссылок там, курсов по обучению вообще абсолютно нет. И сейчас мы даже доходим до того момента, что в какой-то момент все, так сказать, все рухнуло. Что произошло? Почему вы перестали заниматься кроссовками? Да, не то, чтобы прям рухнуло. Эта тема продолжает жить по сей день, просто, наверное, не так радужно. Вот, но конкретно мы, сколько это, три года назад, грубо говоря, закончили этим заниматься. Во-первых, выстрелил очень сильно курс доллара. Вот, то есть, грубо говоря, он стоил там, не буду врать, сколько-то, и подорожал там до 85, сколько он там стал. Вот, и даже так, как эти кроссовки все равно там Nike, Adidas, они привязаны к доллару, соответственно, себестоимость в России тоже выросла на эти кроссовки, а на вторичном рынке она кратно так же не подросла. И, то есть, маржа стала меньше, денег стало меньше, и, соответственно, и вкладывать нужно было больше тоже, чтобы это покупать. Вот. Ну, и, в принципе, за три года одежда, кроссовки уже как-то приелись, и хотелось попробовать что-то нового. Всегда хочется, мы еще молодые, что нам, нечего терять, и решили залезть во что-то новое. И вот это что-то новое вам приходит в голову в 20 лет. Вот сегодня тебе 23 и Ивану 23. Да, даже 19-20, да. Переходящий возраст. Да, да, да. Что меня удивило во всей этой истории, что один из, так сказать, толчков к чему-то новому послужил им видеоролик мой на канале, который мы снимали с Евгением, если не изменяет память, на предмет вообще флиппинга. Тогда мы показывали, как люди покупают убитые квартиры, жилые, реальные квартиры, там, на вторичке, делают в них красивый ремонт, и потом их продают с учетом всех своих расходов, короче, с дополнительной маржой, как готовый бизнес. Вы такие думаете, о, надо попробовать. Да, во-первых, недвижимость всегда это что-то уже серьезное, это не кроссовки там продавать, да, и хотелось, ну, всегда хотелось чем-то серьезным заниматься таким. То есть, что здесь ты купил, продал, как бы на таком мелком уровне, ничего особо интересного. А здесь же, да, посмотрели про недвижимость как раз-таки на канале у Димы, и начали шерстить. Начали шерстить, как это покупается, сколько нужно вложить вообще, как эти ремонты делаются, потому что мы вообще не из ремонта, в принципе, вообще про стройку никакого знания такого не было. Смотрели квартиры, бюджеты там довольно-таки раздутые, то есть купить какую-то убитую квартиру в те годы, сейчас еще дороже, в те годы, то есть это там 7, 8, 9 миллионов они стоили. То есть берешь прямо разруху, ну, как и делают флипперы, собственно. Ну, все сносят там, переделывают, делают ремонт и, собственно, продают красивую картинку. Но, опять же, просчитывали риски, что в старом фонде, там даже Евгений, по-моему, говорил, что можно вляпаться в какую-нибудь старую там трубу и, собственно, с ней там прыгать еще долгое время. Вот, так как порог входа сюда просто был высокий, с ремонтами, грубо говоря, вложения там порядка 10 миллионов уже нужны были. Вот, но тогда таких денег не было еще. Ребята, у меня есть интересная информация для обсуждения, и здесь я кое-что прячу, но сейчас вам покажу. Практически 10 лет я снимаю ролики для Ютуба, и некоторые фразы, которые когда-то были сказаны случайно, зацепились. Ну, например, день воскресный, день чудесный. Не размазываем кашу по тарелке. Различные интерпретации слова жизненно, пожизненному. Нужно снять что-то по-живому. Возможно, есть еще какие-то фразы, которые я сейчас упустил, но вы можете написать их в комментарии. Я давненько думал, может быть, нам сделать какой-то классный мерч. Тема эта на самом деле избитая, но тем не менее, вот посмотрите. Компания мерч номер один делает реально крутые вещи. В силу того, что у них есть возможность делать не просто стандартно какую-то футболочку, а действительно интересные модели. Но в первую очередь компания мерч номер один, ссылочка на которых будет ждать вас в описании, занимается изготовлением фирменной одежды для бизнеса. Можно сделать полноценный мерч для вашей компании. Делают они действительно классные худи, свитшоты, футболки, кепки и прочую одежду, как в классическом, так и в оверсайз кроек. И у них есть любой вид нанесения, от печати до вышивки. Ну, посмотрите. Веселенькая, нарядная кофточка. Я даже посматриваю на него, думаю, а не накинуть ли мне его часом? Ух ты, магия монтажа. Ну, а так на самом деле неплохо даже и смотрится. А еще, что действительно круто, мерч номер один может сделать срочный тираж от одного дня. Всем вам предлагаю заехать к ребятам в гости. У них есть офис в Москве, где вы можете познакомиться, посмотреть на этапы производства, определиться и, собственно, сделать заказ своего мерча для вашей компании. Больше информации, что и сколько стоит, как меняется цена с увеличением тиража, а есть ли более дешевые модели одежды для того, чтобы использовать буквально на один день, на одну акцию? А есть ли, наоборот, более качественная продукция, которую не стыдно подарить и в которой можно ходить длительное время? Друзья, на все ваши потенциальные вопросы ребята вам ответят на языке профессионалов. Но так, чтобы вам все было понятно. Именно поэтому на мерч номер один я оставляю ссылочку в описании. Промокод МАШКОВ, который подарит вам до 10 июня дополнительную скидку в 15%. Все те, кто подумывал, а не сделать ли крутой мерч для своей компании, время пришло. Переходите по ссылочке, оставляйте заявку и размещайте заказы. Друзья, весь фон выбран не случайно. За моей спиной, смотрите, раз дом, два дом, три дом. И это только здесь, где мы находимся сейчас. Вообще, на данный момент у вас в строительстве идет 12 домов, а всего их 18. 18 объектов это с участками. То есть, есть участки, которые у нас стоят и ждут. Где-то мы занимаемся благоустройством, отсыпкой. Где-то, соответственно, они вот уже все готовы. И надо там уже сваи забивать. Ну и все следующие этапы. А конкретно вот стройки. Мы в Якунино так же, только на другой стороне. Здесь вот эти вот поля, это все наше. Там два участка по 20 соток. Да, здесь 25 соток там, 25 соток здесь, 25 соток вот здесь. И вот это вся наша поляна. Здесь у нас гектар. Взяли целый гектар. Вот этот уже почти в финальной стадии. Тот совсем завершен. Ну, а там вы видите еще в процессе строительства каркаса. Как вы этот земельный участок и вообще все свои другие земельные участки приобретаете? Что вы их покупаете? Вот расскажи. Нет, мы не покупаем. Берем, соответственно, в аренду. Дмитрий рассказывал вот эту возможность, которая в России предоставляется для того, чтобы взять участки в аренду и перевести в собственность с пониженной стоимостью. То есть 3% от кадастровой стоимости. Мы, соответственно, вот таким образом их приобретаем. Короче, друзья, вот смотрите, что мне нравится. Вы смотрели ролики, которые обычно бывают люди хейтят. Ой, да это не то, это хрень, там перекупы, это все неправильно. Но вы посмотрели так с другой стороны, взяли это на вооружение и начали на этом деле зарабатывать. Вот расскажи мне, что вы построили первым, вообще с чего это началось. Квартира это дорого. Как вы вообще узнали про стройку? Вы ведь в ней вообще ничего не понимаете. Ну, как минимум на момент начала. Да, примерно так. Но всегда стоит со всех сторон, конечно, подойти к вопросу и посмотреть. А по поводу первого объекта, это был дом просто как необходимость. То есть строительство было самое минимальное. Мы построили достаточно скромный домик, его можно будет вывести. Сарай. Ну, так Андрей его описал, типа первый объект у нас на выходе получился сараем. Правильно? Я бы так не сказал. Итак, друзья, ну вот договор на участок я получил. А это значит то, что мы сейчас начинаем стройку нашего дома. Со следующей недели мы уже завезем сюда строителей, будут крутить сваи и будут колотить домик. Вот всегда интересно послушать, как и попал в штопор. Знаешь, вот куда-то ты раз и врубился, как у нас говорится, в дуб. Наверное, на первом сразу объекте, где мы построили вот этот сарай. Сарайчик. Да, сарайчик. И он был собран из естественной влажности. Вот такой вот хозблок. И получается, кракасный дом это же как бы вакуум. То есть если у тебя влажный материал, потом он отдает влагу. В доме повышенная влажность, не вентилируется, потому что в этом сарайчике не было никакой вентиляции. И, естественно, начала появляться плесень. То есть я захожу в дом, смотрю, а там все в плесени. Ну, то есть весь пол черный. То есть и что с этим вообще делать? Думаю, блин, как же так? И что вы с этим делали? Мы оттирали белизной. Красили? Оттирали белизной, красили, да. Все окна на проветривание делали. Там в стенах просто вентиляцию. Но, по сути, это реально не дом. Мы его ставили в таком месте на участке, что как бы вот хозблок. Ну, преподносили покупателям, как гостевой дом. Хотя сейчас просто даже смешно думать, что это. Стыдно вспоминать, нет? Нет, не стыдно. Ну, то есть он стоил там копейки совсем. Его купили люди и купили его с полным пониманием, что вообще они говорят, а можете? Самое еще смешное было, они говорят, а можно вас попросить дом увезти этот отсюда? Мы говорим, ну, наверное, такое не пройдет. А что, почему? А его не нужно. Они купили участок. И мы продавали это по цене участка. То есть, грубо говоря, мы продавали там, ну, вот реально сколько стоит земля. На дом там на этот ничего не накидывал. Он чисто как галочка, чтобы выкупить его. То есть для получения участка мы построили дом. Естественно, это так работает. Но дальше стало неинтересно заниматься таким делом. Кому нужны сарай? Лучше разобраться и строить дома. Ведь это, ну, гораздо полезнее и круче. Вспомни, сколько денег вы потратили в итоге на участок, на дом. Вот вообще какая у него была себестоимость. И по какой цене вы его в итоге продали? Первый объект получился, можно сказать, не очень удачным. Вложения были колоссальные, потому что мы просто увидев эту тему с вот этой вот маржой, она была просто гигантская. Но, ну, то есть можно купить за 3% всего. Но очень много каких-то проблем потенциальных. Так вот, первый участок мы взяли, понимая, что мы можем заработать, взяли с бешеной арендой. Аренда была, по-моему, 4 миллиона 200 тысяч рублей в год. И в этот момент у нас всего на руках, ну, условно, 3,5 миллиона. И мы понимаем, что у нас есть времени, вот столько. Если не успеем, то все это может сгореть. И тогда ситуация встала даже ребром. То есть был риск даже того, что у нас не получится выкупить тот участок в Питере. Мы поэтому больше не занимаемся этим в Петербурге. Вот. И в итоге, конечно, все закончилось благополучно. Мы его с очень большим сроком, который мы не рассчитывали, это там больше полугода, мы его выкупили. И заработать получилось при вложениях там около 3 миллионов, всего лишь, по-моему, 600 тысяч рублей. Еще налоги заплатили, но вышло даже, может, меньше полумиллиона. Вы расстроились по этому поводу? Нет, не расстроились, потому что стало точно понятно, что история рабочая. Ну, то есть основной вопрос, конечно, это, а реально? А реально? А вот оказалось, да, реально, но много но. И нужно все учесть, и если это все учесть, то можно заработать очень серьезные деньги. А вот здесь юморная зарисовочка. Вы хотите быть успешным? Да. Вы хотите быть богатым? Да. Вы хотите быть востребованным у женщин? Да. Для этого нужно встать с дивана. А-а-а, ну понятно, разводняк. Ребята, далее будет еще интереснее, потому что ребята заходят в стройку с нулевым опытом. Можно подумать, ну как-то слишком все сладко-гладко. Они сегодня рассказывают. У Андрея и у Ивана на плечах долг по 12 миллионов рублей. Однажды на одном объекте, когда они копали, дернули трубу газовую, приехали все аварийные службы в районе, надавали им там таких подзатыльников. В общем, что по косякам, сегодня ребята по-честному расскажут. В том числе вот этот домик первый, который они строили, они заказали его в фирме. И фирма выдала высококвалифицированных специалистов, которые не сделали в доме вентиляцию. И им об этом даже ничего не сказали. Короче, сегодня будет интересно. Сейчас, в 20 минут, это было только лишь вступление. Я буду давать коротенькие комментарии. Но давайте сперва пойдем посмотрим спустя 3 года, что они строят здесь и сейчас на момент мая 2024 года. Идем на стройку. У нас здесь наверху два участка. Собственно, по-первых, сейчас вот работают ребята, и эту же бригаду мы хотим поставить на второй дом. То есть этот с левой стороны стоит, здесь будет еще такой же с правой стороны стоять. Вот этот дом, который сейчас строится, это то же самое, один в один, что мы видели только что, да? Первый вариант и второй. На полметра в каждую сторону он раздут. Почему это сделано? Этот участок самый большой, вот эти два верхних участка, то есть больше по площади, чем те. И нам нужно выдержать минимальную площадь застройки 5%, чтобы выкупить без проблем земельный участок собственность. То есть мы берем даже всегда с запасом. Здесь, сейчас не сосчитаю, но в общем-то 5% точно выдержано. То есть все то же самое, тоже будет здесь еще стропила для террасы. Сейчас только вот лаги перекрытия. Ну давай пробежимся по технической части, рассказывай, насколько вы фундамент забиваете в землю. Железобетонные сваи сечением 150 на 150, здесь они у нас идут 4-х метровые, оголовок 250 и вот два слоя техноэласта. Он такой толстый, это необычный рубероид, он стоит почти 4000 за рулон. Вот, ну его хватает где-то на два объекта. Весь материал по дому сухой строганый, то есть, ну мы зайдем сейчас внутрь, я покажу. Это у нас ветрозащита, очень плотная такая, бруски винт зазора 45 на 45. Электрику мы прокидываем, вот если отойти, посмотреть, здесь выведен сейчас фасадный свет, уже электрики поработали. То есть металл рукав, провод, тут полторашка у нас, полтора квадрата на фасадный свет. Вот, все в металл рукаве. По дому, то есть, цокольное перекрытие, сетка от грызунов, влаговетрозащитная мембрана, вот она серая, свисает здесь. Еще у нас тут вообще же поле, почему и, наверное, никто и не пришел поэтому сюда на аукцион, потому что здесь просто поле, ни дорог, ни хрена нет. И коммуникации тоже? И коммуникации, вот, соответственно, нам поставили здесь столбы, заплатили мы за них уйму денег, то есть очень много. Столбы какие? Покажи пальцем. У нас стоит вот там столб без СИПа, потом ее линия пошла, поворачивает, идет вот сюда, здесь тройник стоит снова на разворот и поворот к этому участку, вот двойной столб здесь стоит. Сейчас вот натягивает как раз СИП и уже будет у нас здесь электричество 15 кг, 3 фазы. Заплатили мы за тех условия 452 тысячи и, собственно, тоже расход, тоже расход. Плюс нам нужно будет делать дорогу порядка 200 метров, если делать по-хорошему, как мы их делаем, это выйдет порядка 550 тысяч. Слушай, ну вот все вот эти моменты по организации, вот то, что люди приехали вам устанавливать материалы строительные, это тоже все делаете вы? Да. Или у вас есть какой-то программ, который все это делается? Конкретно, если говорить про линии, тут мы ничего и не делаем, тут они сами... Организовать в смысле заказать и так далее, договориться. Ну да, все полностью сами делаем, каждый утеплитель. Вот пачка утеплителя, почему и себестоимость тоже сейчас растет. Сейчас мы брали, последняя цена была 1060 рублей за одну пачку. Ну в Леруа вообще цена, понятно, там космическая за него будет, это Рокфулл, Скандик, Лайтбатс. Собственно, все считаем сами, сколько кубов нужно. Есть, конечно, это в проекте, но нужно пересчитывать еще. Пойдем, друзья, залетаем. Вот это я называю по-жи-во-му. Сейчас мы проникаем на территорию строящегося дома. Короче, я вам открыл широкий угол, смотрите сами по сторонам, как ребята делают. Если есть какие-то пожелания, нарекания, пишите в комментарии, на какой минуте что увидели. Здесь у нас трехметровые потолки. Собственно, сейчас вот видно каркас сухой строганой. Вот сухая строганая доска, где-то по проекту они сдвоенные, стройные. Есть балки перекрытия, которые вообще там пакет. Тут аккуратно, не наступил утеплить. Вот тут пакет из трех досок. Вот эти вот все большие панорамные окна. Все та же самая планировка, что и по тем домам. Просто потолки здесь будут чуть-чуть повыше. И каждая сторона раздута на полметра. Вот сейчас видно как раз-таки перекрестное утепление сделано. То есть есть стойка каркаса 140 мм. И бруски, получается, идут поперек. 45 на 45 и сюда укладывается каменная вата. Вот она как раз-таки плотная, плотно лежит здесь 50 мм. То есть сюда еще будет вставляться сотка и полтинник утеплителя. Итого будет 200 мм. Также сделаны вот каркасный дом, хороший каркасный дом, что это по сути вакуум, неразрывный единый контур. Вот, собственно, у нас здесь сделана пароизоляция, закладная под пароизоляцию. То есть основная пароизоляция, я всегда на это делаю акцент. Всем говорю покупателям, что у нас вот так именно сделано. Все отфоткано. Пароизоляция подходит сюда, нахлестывается, проклеивается и получается идеальный неразрывный контур. Вот, по утеплению он кладется в перехлест. То есть я возьму здесь слой, например, вот сотка лежит у нас и еще одна сотка. Вот, то есть вот здесь вот стык, например, тут тоже лежит 100 мм, то есть 200-е полы. То есть этот стык, он, ну, перехлестнут. Вот таким вот образом он укладывается без заминаний. Здесь лаги с шагом 59 см. Все по проекту. Закладные у нас везде, где примыкание внешних стен, ой, внутренних стен к внешним. Собственно, по пароизоляции вот как раз, как это видно, как эти закладные использованы. Вот у нас соты, где еще не лежит утеплитель, где у нас ветровлагозащита каким-то образом порвалась. Это все проклеивается также скотчем. Вот так вот это выглядит. За спиной твоей точно такой же дом, который мы видели сейчас, но отличие у нее первое. Это над террасой сделана крыша. Да, все верно. И мы сделали этот дом шоурумом. То есть так как у нас здесь будет еще два таких же дома сверху, и нам интересно людям показать, и чтобы они почувствовали правильно пространство, приглашаю вас в этот дом, где все сделано так, как это уже должно быть в обжитом виде. Короче, друзья, прикол еще заключается в том, что в этом доме сейчас временно проживает Андрей со своей женой. Та самая девушка, за которой он переезжал в Питер, она чуть старше, ой, 25 лет. На качелях спит их ребенок 7 месяцев. То есть, ребята, абсолютно взрослая жизнь. Чем вы занимались в 23 года? В 23 года я лично только закончил институт, переехал, начинал свой путь. О детях я даже не думал, о стройке уж тем более. Ну, поэтому мы сегодня показываем чуть-чуть другую картину. То есть, смотрите, разуваемся, все, полноценно вход в дом. Как вообще пришла идея, и почему, например, в этом доме уже сразу все обставлено, куплен телевизор, куплены элементы декора, для чего, почему, как? Ну, все от того, что мы ищем, смотрим, нам интересно все новое, потому что сделать дом, построить его, продать, это уже как бы пройденный этап. И хочется что-то попробовать еще. В данном доме у нас сделан полностью хомстейдж. Мы его также делали сами. Его делала моя супруга. Вот моя жена, она, соответственно, достаточно хорошо чувствует стилистику, и она придумывает всю эту концепцию. Мы пытались обратиться, опять же, к подрядчику, кто может прийти и сделать нам этот хомстейдж. Цифры были совсем не те, за сколько у нас это получилось. Ну, на обустройство этого дома ушло, наверное, порядка 350-400 тысяч рублей. Ну, мы это планируем продавать на полмиллиона дороже. То есть, все, что мы увидели из мебели, включая кухню, вешалки и так далее, это 350 тысяч рублей? Да. Смотрится все очень круто. Люди заходят, и у них случается вау-эффект. Именно для этого нам и нужно сделать хомстейдж, чтобы просто было понимание пространства. Мы даже с вами сейчас тут ходим, в том доме эта гостиная, казалось бы, гораздо меньше, потому что там не стояла мебели. Габарит у этого дома 13 метров на 9,8. То есть, строительная площадь порядка 140 квадратных метров. А жилая 125? Жилая 125, да, по документам. И плюс такая терраса? Да, здесь терраса у нас не крытая, то есть, такое патио просто здесь получилось. Мы специально делали один дом с крышей на террасе, другой дом без крыши, чтобы была вилка у покупателей будущих. Как выглядит дом, который ребята начали обставлять для продажи, вот в этом стиле, так называемом хоумстейджинге, да, популярной темой. Я говорю, посмотрели видосы на ютюбе, такие, на этом можно зарабатывать. Начали применять практику. Сколько стоит дом по себестоимости, сколько они планируют с него заработать, ну, вообще не стесняются, готовы поделиться с нами всеми своими цифрами. Ну, смотри, в данном ключе это кухня плюс гостиная. Это кухня гостиная, да, вот такая вот она просторная, порядка 40 квадратных метров. И люди не понимают, какие будут зоны, не понимают, влезет ли такой огромный диван, вот, который у тебя за спиной, вообще им в дом. А здесь он стоит, и они видят, что еще вокруг него очень много места. Классно, не классно, что-то вы, возможно, сделали бы по-другому. Тут, как говорится, высказывайте ваше мнение. Вот, прикольная тема. Это камин, назовем его так, полноценный, правильно? То есть можно им полностью пользоваться. А это в частном доме, как мне кажется, реально будет подкупать, потому что человек, кто покупает дом, ему, естественно, хочется зимой. Вот, посмотрите. И представьте, что сейчас, например, не лето, а снег пошел за домом. Ну, блин, за окном, точнее. Далее, давайте кратенько, но без потери смысла. Три абсолютно одинаковых дома. Один готов, но без мебели. Второй с мебелью полностью, потому что вот этот так называемый хоумстейджинг. Супермайк, ты слышишь меня? Привет тебе! Он придает цены этому дому. Люди хотят купить готовое решение. Об этом мы сегодня тоже поговорим. Планировку дома я вам сейчас выведу на экран, для того, чтобы вы понимали, как он вообще устроен. Два санузла, три спальни, гостиная с кухней объединена. Ну, в принципе, большой домик, терраса, пожалуйста. Все, что нужно есть. Сколько денег ушло на обставку, ну, давайте об этом сейчас поговорим. Это просто действительно впечатляет, потому что ребята все делают сами. За каждый рубль они бьются, поэтому цифры у них, получается, действительно привлекательные. Место само по себе, где мы находимся, действительно востребовано и привлекательно с точки зрения строительства домов. Здесь такой хороший частный сектор, здесь строятся какие-то элитные коттеджные поселки на подъезде. На основании этого, каким чудом вам удалось забрать этот земельный участок в таком шикарном месте по номиналу? Все очень открыто, доступно и понятно. Опять же, есть вот эти торги. Мы загрузили сюда деньги в качестве задатков. Месяц этот участок висел на торгах, то есть любой человек мог сюда податься. Это не как-то мы там забрали магическим образом. Все абсолютно открыто. Даже если порыскать, можно найти эти участки на торгах. Собственно, задаток был, который равнялся годовой арендной плате, 500 тысяч рублей за каждый из участков. То есть, смотри, давай так, один участок сколько соток? Ну, 24 сотки. 24 сотки, 500 тысяч рублей годовых. Да, мы взяли участок еще в октябре, если я не ошибаюсь. Начали строить, он был у нас как бы в дальнем ящике. То есть, мы просто набираем участки наперед, чтобы планировать, что мы будем строить дальше. Вот, и то есть, он ждал, так сказать, своей очереди. Начали мы его строить в середине декабря. Получается, уже цикл 5 месяцев на сегодняшний день. В целом, мы так и закладываем полгода на один объект с учетом продажи его. То есть, на данном этапе у нас вложение в аренду, в выкуп земельного участка, в сам дом, в коммуникации, септики, скважины, дорогу мы здесь вообще переносим. Также большую долю занимает линия электропередач, так как сейчас тарифы бешеные. Подключение этого участка стоило 400 тысяч рублей тех условиях. Ну, давай, смотри, называй цифры, что мы складываем. Земельный участок сколько, 500 тысяч рублей? Нет, это годовая аренная плата, так как мы его забрали, грубо говоря, за полгода. 250 тысяч рублей. Плюс я тысячу раз дальше. Плюс выкупная стоимость его была порядка 110 тысяч рублей. 110 тысяч, 2. Да. Дальше линия электропередач. Плюс 400 тысяч рублей. 400 тысяч. Да. Дорога сейчас нам обойдется на два участка, можем разделить. Этот кусок 100 метров шириной 3,5, отсыпан боем, плюс асфальтированная крошка здесь будет порядка 200 тысяч рублей, то есть по 100 тысяч на участок. Плюс 100 тысяч рублей. Давай сам дом, вот прям вот все, что мы увидели. Да, все, что мы увидели вместе с септиком, со скважиной, себестоимость сейчас 42 тысячи за метр квадратный или же 5300. Плюс 5 миллионов 300 тысяч, это с учетом, ребята, внимание, унитаз вы видели, люстру вы видели, потолок вы видели. Все это вы увидели. Что-то еще есть? Да, вот сейчас тут ведутся работы по участку, то есть такой товар, это не товарный вид сейчас. По дому, если да, окей, все готово, осталось мебель завести, что-то помыть, то по участку до сих пор ведутся работы, до сих пор каких-то вложений он требует. Уже не глобальных, то есть здесь больше работы техники. Ну сколько, давай, по вашим оценкам? Ну, порядка 200 тысяч. 200 тысяч. Да, но это пополам, то есть 100, можно сказать. То есть здесь два участка рядышком. Короче, друзья, давайте так, я округляю в большую сторону. 7 миллионов, вполне возможно, что если бы вы строили самостоятельно, эта сумма была бы где-то, может быть, чуть ниже, где-то чуть выше, это все уже индивидуально, вы должны понимать, что стройка это стройка. Да. Теперь интересный вопрос. Вот приезжает Николай из Москвы, говорит, блин, квартира есть, хочу себе дачу, хочу себе дом. Этот дом же подходит для круглогодичного проживания? Да. Выходят Андрей и Иван, два молодые бизнес-партнеры, и говорят, мы хотим за этот дом сколько? 13,5 миллионов. То есть смотри, примерно вот так вот, 6,5 миллионов вы хотите забрать себе, как чистую прибыль. Да. Не чистая. 6500, сколько мы отнимаем? Мы на усвоении 7% мы платим с общей суммы. 5 миллионов 600 тысяч рублей остается, да? 5600 мы делим, давай, на сколько, на 6 месяцев? Да, на 6 месяцев. 5600 мы делим на 6. 933 тысячи, это условно ожидаемая чистая прибыль будет, если вас в эти цифры выйдете. Да. Каждый из вас, ну, получается в месяц, и делим на 2. Да. Вот по 466 тысяч, как говорится, на человека. С объекта, да. Ну вот, смотри, давай сразу тебе вопрос скажу, а они, откуда вообще такая вот наценка берется? Как вы вообще определили, что 13,5, почему, например, не плюс 1,5 миллиона, почему x2? Ну, во-первых, нужно учитывать трудозатраты, мы живем на своих стройках, то есть экономим огромную кучу денег за счет того, что мы просто погружаемся во все процессы, участвуем во всех мелочах, то есть от заказов саморезов конструкционных до заказа света из Китая, до вызова потолочников, окна, красить имитацию самим. С партнером-то вы посчитали ничего тут, не переборщили? Да, по цифрам все верно, но важно отметить, что такие цифры получаются, и на самом деле вот такой дом построить за такие деньги сейчас невозможно практически. У любого эксперта вы спросите, там, в любую фирму обратитесь, с кем не пообщаетесь, вам все скажут, что все-таки она сильно выше. Но так как мы прям молодые с Андреем и обращаем внимание на кучу моментов, которые можно сэкономить, то есть каждая цифра, каждый рублик, который я плачу, я всегда думаю, вот минимальная ли это сумма за то качество, которое мне нужно, или можно найти вариант сделать это дешевле. И поэтому у нас получается вот такая себестоимость, при этом мы вообще не жертвуем качеством, вот, но... Ну а как вы такую себестоимость забиваете? Вот ты что, ты получается ищешь самый дешевый гвоздь, что ли, или что? Нет, материал, он, на материале мы не экономим, но в стройке самое важное это понимание. Если у тебя есть понимание всего, за что ты платишь, то ты сможешь сделать это в адекватные цифры. Допустим, мне нужно было построить водопровод. Я обратился к водоканалу, они мне сказали, что, ну, здесь это будет стоить, там, 450 тысяч рублей. Я говорю, так здесь же всего лишь, там, две смены трактора и, грубо говоря, и труба, которая стоит, там, 20 тысяч. Почему нельзя это сделать, там, за 40? Давайте я вам доплачу, ну, сделайте мне за 120 хотя бы, там, за 150. Нет, 400. Ну, можно согласиться и уменьшится маржа наша, но мы в таких случаях всегда разберемся в итоге. И мы уже за вот эти, там, три года столько всего переделали своими руками, ну, там, где-то своими руками, а где-то непосредственным контролем и организацией процесса, что у нас выходят такие классные цифры. Ну, и в итоге как вы сделали этот водопровод? В итоге этот водопровод вышел, у меня, там, 80 тысяч рублей, но самое главное, что я убил, там, просто, там, три с половиной дня по колено, по пояс в глине, копаясь в этом всем с экскаватором. Там было очень сложно не пробить газовую трубу, водопроводную трубу, линии связи. Ну, то есть, это как раз было прямо в городе, и копать в городе, ну, это очень страшно, сложно, но взял ответственность и сделал, соответственно, сэкономил больше 300 тысяч. Весь материал на каркас, вот, крашеный, мы красим у себя в цеху. То есть, так на стороне это очень дорого делать, а мы красим, ну, и на месте красить плохо. Если покрасить на месте, имитация бруса сыграет, появятся щели, и будет некрасиво. Поэтому мы зарядили ребят, они у нас красят бесперебойно на все наши дома. А у себя в цеху, как понять, у вас цех свой? Мы сняли небольшой... Нет, да, это наш цех. День второй, у нас уже покрашено примерно 80 квадратов на второй слой, уже высохло. И, соответственно, вот это лежит первый слой. Сняли там за небольшую сумму денег, буквально там гараж 80 квадратных метров. Просто он имеет нужные габариты, и там как бы помещается нужный объем для покраски. Там красят порядка 200 квадратов в день у нас, ребята. Забивать сваи, все это мы делаем сами. Тут очень много циклов, очень много процессов, которыми мы сами занимаемся. И, наверное, за счет этого и получается только такая себестоимость. То есть, если брать дом в какой-то фирме, готовый, под ключ, вот в таком исполнении, он выйдет... То есть, здесь сухой, строганный материал. Все как нужно. То есть, опять же говорю, это не сарай, это реальный дом. Он выйдет порядка 100 тысяч рублей за метр квадратный. То есть, ну, может быть там 70. Но ниже 70, я думаю, вообще невозможно, нереально просто, чтобы фирма построила этот дом. Слушай, давай так вопрос поставлю. Поставить вы можете дом не за 13 500, а за 23 500, за 40 500. Просить вы можете и оценивать его во сколько угодно. Как-то вообще звонки хоть какие-то по этому дому есть? Вообще реально, кому-то вы предыдущие объекты с подобной маржой вообще хоть раз продавали? Да, да. Вот кейс как раз в... Вот последний дом сейчас идет сделка. Там оценка. Внесли задаток. Как раз вчера Ваня забирал. Задаток мы взяли там 200 тысяч рублей. Там мы продали двухэтажный дом, который вот фотографии можно приложить. Это... Он вообще в уникальном месте находится. Там была куча-куча геморроя по участку. Мы делали новый водопровод. Мы переносили линию электропередач. Мы там что-то только не делали, в общем-то. У нас там был огромный вообще колодец, не знаю, бывший подвал на середине участка. Там по себестоимости дом обошелся вместе с участком, вместе со всеми работами 6,5 миллионов. Продаем мы его сейчас за 13 200. И его прям берут? Да, его прям берут. Вот сейчас задаток мы вчера взяли. Кто, взрослый человек? Берут, да, женщина покупает его, она переезжает с Сахалин и вообще на постоянной основе жить в этом доме. На некоторые дома у нас приезжают с технадзором, смотрят. Вот как раз-таки вот эти дома приезжали, ребята с технадзором. Он ходил на строящийся дом, и на дом с мебелью, и на этот, и залазил, нюхал, чего только не делал здесь. Ну, чего реально сказал? Он реально нас похвалил, сказал, ребят, молодцы, процветание вам. Ну, и как бы восторг. Нам было это как бальзам на душу, то есть мы здесь погибаем на этих домах. И вот нам говорят, у вас там классно. Мелочи, мелочи, совсем мелочи. По типу, не знаю, гвоздик там где-то вылез. То есть, ну, это он уже покупателям объяснял. То есть, здесь нужно будет подбить, здесь подбить. Ну, то есть, именно по отделке уже финальной. Ну, а покупатели что сказали, берем или скажем, нахрен? Ну, они торгуются сейчас. Мы не хотим здесь продавать. То есть, они говорят, мы 12 миллионов готовы дать. То есть, можно было бы, да, продать сейчас 12, но... Слушай, ну, Питазябр, это Питазябр. Питазябр, это, ребята, 5 миллионов, кто не понимает. Это Питазябр на народном языке. Просто сколько сил мы здесь тратим. Просто мы реально ценим просто свой труд. И опять же, основываясь на том, что есть рядом в этом районе, вот там что, кренлаунжи, поселки, они продают в поселке участок 5 соток и дом 90 квадратов за 12,5 миллионов. Но они, опять же, можно продавать хоть за 30 миллионов. Никто к ним не поедет, я уверен, что у них звонков нет. То есть, там обычная бедная... Ты себя захейтил, пацану, так. Нет, я никого не хейтил, просто я видел, как они строят. Прикольно. Это вообще нормальная история, что... Ну, все там по-обычному сделано. А у тебя прям вообще, да, прям все по-другому? Ну, свет ты красивый сделал, правильно? Ну, да, мы все-таки на всяких... Над всеми мелочами мы работаем. Мы там что-то... Отделку, опять же, контрастно делаем. Теплые полы, нетеплые полы. Короче, друзья, смотрите, давайте так, здесь я хочу сделать такую подводочку. Просто очень часто люди именно в комментариях никогда ни во что не верят. Ты почитывал комментарии к предыдущим выпускам с Дмитрием Заикиным. Да. Чьи выпуски вы тоже посмотрели, для вас там была полезная информация. С выпуском с тем же самым хомстейджингом, с флиппингом. И отмечаешь, да, что есть люди, которые это все не так, все не то, все говно, все не это. И в том числе, мы уже проговорили, что и вам будут писать точно такое же. То, что вы какие-нибудь там наглецы, как думаешь, как вас назовут? Ну, наглецы, условно, как это так, вот, там заработает, еще что-то. По факту, вот, дома стоят. Мы сегодня с вами не говорим о том, что купил, кроссовки, продал. Мы сегодня с вами не затрагиваем тему криптовалюты, что у пацанов классная монета, можно купить или еще лучше. Обращайтесь, сейчас будет курс по обучению. Такого нет абсолютно. Вот, смотри. Знаешь, давай даже так вот и сделаем. Да тут, кто умеет, делает, кто не умеет, учится. Землица, вот так я беру, так вот слегка бросаю. Опа, слышал звук? В дом попали не в воздух, а в дом. Интересный вопрос будет. Вот, ребята, строят вам дома. Три человека строят дом, пять месяцев. Какая у них зарплата, доходность? Что в цифрах по ним? Ну, поправлю не пять месяцев. То есть, эта бригада, она заканчивает вот на определенном этапе, который Андрей отсек. Они справляются, ну, очень многое зависит от погоды, от длины светового дня. То есть, зимой это дольше, летом быстрее. Но в среднем, наверное, они такой дом могут построить за два, два с половиной месяца. Может что-то случится супер, они и быстрее сделают. Но мы с ними издельно договариваемся, этот дом, цена миллион триста у нас получилась. На троих? Да, но это очень немало. Если рассмотреть, что за такую площадь мы платим такие деньги, это, ну, хорошие деньги, должно соблюдаться то качество, вот о котором я рассказал. Очень много вещей должны делаться вот определенным образом. Даже вот проклейка пароизоляции, вот там при входе было видно, она проклеена скотчем. Ну, и много вещей, которые действительно отнимают время и которые стоят денег для нас, как по вот оплате труда. Из строительной техники им нужен только хороший инструмент, который мы им предоставляем. Леса металлические, у нас тоже куплено куча комплектов, то есть, они быстренько собрали. Отдельно не заказываем на этот пиломатериал, уже собран. Ну, приезжают просто разборные леса, они их по месту собирают. Расскажи мне, как вообще проходит у вас день строителей-то в целом? Они находятся здесь, у них строительный городок, они каждый день сюда приезжают. Сколько часов в день они работают? Все индивидуально, то есть, здесь ребята, например, нашли рядом, квартиру снимают. То есть, они снимают порядка там за 20 тысяч рублей, это понятно, это их расходы. Просто они не хотят жить в бытовке, потому что лето все-таки жарко, кто-то вообще без проблем живет в бытовке. Ну, опять же, здесь снимают квартиру. Работают они примерно, приезжают на объект в 7, в 7.30, в 8, вот так, и до 8 вечера. То есть, пока уже не стемнеет, пока сами не устанут. Ну, вот целый день они работают. Читает? Собственно, жили пожара мы. Пожара? Да. Это моя третья машина. Первая была Mazda 6, старенькая. Ее я продал, когда как раз мы делали первый участок. Потом ездил на Kia Rio. И вот с Kia Rio буквально вот в декабре мы их купили. На Mazda ты заработал путем кроссовок? Да, да, да. Она тогда еще стоила нормальных денег. Я на ней даже еще заработал полмиллиона, проехав там 80 тысяч километров. Ну, понятно. Ну, когда, да, рост цен был. А сейчас вот с Rio, продал Rio и взяли из Китая. Я тот самый человек, который купил китайца по курсу 100. Знакомьтесь, Андрей. За 3 миллиона 800 тысяч она тебе обошла? Да, вместе с тем, что я там заплатил вот этот утильсбор. Плюс я здесь что сделал? Это вообще, это первая моя большая покупка в жизни. То есть, это единственное, наверное, крупное, что мы вообще вытащили. Потому что все деньги мы вообще реинвестируем. И там только на покушать, на жили-были берем. И это, собственно, там до 120 тысяч, наверное. Но это без кредита, правильно? Да, это без кредита. То есть, ну, с Китая, когда гонишь, там в кредит не возьмешь. Слушай, Ваня, а ты себе прибрал вот такого красавчика. Расскажи, кто это и почем ты его забрал? Это у нас гибрид последовательный. То есть, колеса вращают у него электродвигатели. Один сзади, другой спереди. Суммарная мощность, непонятно как там посчитанная. 485 лошадиных сил. Вот. Едет очень круто. Ну и, соответственно, едет как настоящая электричка. ДВС тут только заряжает аккумулятор. Я брал его вместе с Андреем. Везли из Китая. Вот. Мне он вышел в районе 5 миллионов рублей. То есть, вы сами привозили. Да. Вы никакие компании не обращались чисто напрямую. Но у вас там какие-то вот эти вот товарищи, ваши с кем вы... Ну, у нас с Китаем уже тесная связь давно держится. Да. Мы много чего оттуда возили. Почему вообще вот эта тачка? Как ты вообще ее выбрал-то? Ну, очень эффектно смотрится. Я был уверен, что она, ну, стоит совсем других денег. То есть, там, 7 миллионов, 8 миллионов. Но они выпустили рестайлинг. И рестайлингом смогли задемпить очень сильно цену. С учетом этого демпа цены она получилась вот у них дешевле. Вот, наверное, единственная сейчас поломка, так сказать, проблема, с которой столкнулся здесь. Сочится тормозная жидкость. Не знаю. Может, я тут на кочках активно езжу туда-сюда, и она как-то просачивается. А, единственное, что еще, вот поездив по кочкам, у меня началось биение на 130. То есть, это диски. Я думал, сначала это сход-развал. Оказалось, я приехал на шинку, говорит, 4 диска, все кривые. Я говорю, как? Они говорят, ну, вот, у китайцев мягкие диски. Вот. Я правил диски, уже отдал там 10 тысяч рублей за 4 диска. Вот это оно было. И сейчас опять у меня это начало. Видимо, я здесь на кочках попрыгал, а как бы ездим мы по Московской области так нещадно. 20-е диски, видимо, пробивает там ничего хрен знает. Ребята, мы прыгаем в автомобиль, и сейчас мы отправляемся на соседнюю улицу, где у вас уже объекты реализованы. Все верно. Сколько там домов? Там 5 домов, они строились, грубо говоря, в 2 сезона. Первый строился еще 2 года назад, а следующие 4 год назад. Расскажи мне, вот ты, получается, живешь в Москве? Да. Арендуешь квартиру? Нет, это квартира родителей жены. Ага. А однушка, двушка, что это вообще такое? Однушка. Старый фонд, новый дом? Новый дом. То есть мы как бы стремились в Москву, очень старались сдать экзамены, поступить, потому что вот такая достаточно классная возможность была поехать в свою квартиру. Она еще строилась, я жил в общежитии сначала, но потом переехали и живем, поженились потом, ну, живем вместе. А ты когда женился, сколько лет назад? Я женился 3 года назад. Слушайте, ну прикольно, видите, смотри, 20 лет, все, женатый, у тебя уже ребенок, то есть 7 месяцев парню растет. Вот эта дорога проселочная, это вы делали, правильно? Это как подъезд к тому, к следующему дому, правильно? Он потом загибается туда и уходит аж вот до того дома. Вот, соответственно, здесь 250. Он тот серый раз, дом, вот это 2 дом и вон там еще маленький 3 дом. Это вы построили и они уже проданы. Да, все верно. Вот расскажи, давай выводим на экран сейчас планировку этого дома, с чем вы здесь столкнулись, почему вы такие дома больше не строите? Столкнулись с тем, что мы сейчас находимся вот в классном месте, рядом с Истринским водохранилищем на западе, по сути в самом таком сладком районе Подмосковья, куда люди готовы ехать и тратить деньги на то, чтобы купить крутой дом. И здесь классная локация, отсюда там вид даже на реку открывается, по деревне асфальт идет и как бы хорошие дороги и все супер. Но мы построили дома прямо тесные, то есть люди хотят из квартиры в Москве, где у них там, ну не знаю, 80 квадратов, у кого-то может 100 квадратов, хотят приехать в дом и ощутить простор. А тут он еще и двухэтажный и за счет этого еще площадь разбита по двум этажам и все получилось очень тесно. И мы поняли, что нужно поднимать потолки, расширять площади и не стремиться вот к тому, чтобы впихнуть все. За сколько вы дом этот продали? Этот дом был продан за 8,5 миллионов и следующий, соответственно, тоже. А себестоимость вам обошлась? Себестоимость здесь обошлась порядка 5,5 миллионов. Эти дома продали дешево, относительно, ну то есть с не такой большой маржой, потому что как раз было очень много людей, кто приезжал, им нравилось все вот именно по внешке, по внутрянке, по участкам. Но проблема была в том, что не попали вот как раз в сегмент здесь, потому что здесь люди хотят как дачу, а как дачу значит просторно и круто. Был смешной и грустный момент, когда Ваня работал на одном из участков, копал у нас там трактор. И это как раз таки про подводные камни, да. То есть там внезапно наткнулись на газовую трубу. То есть трактор цепляет ковшом, он эту трубу рвет. У Вани, соответственно, там все службы спасения, которые только могли туда приехать, приехали. Но в итоге это был газопровод низкого давления, то есть просто подходил к какому-то из участков. Его порвали, да, все приехали. На следующий день очень оперативно вообще сработали, выставили счет. Там мы попали, ну думали, что все. Тут сейчас нам засчитают денежку. Но в итоге, по-моему, 53 тысячи это обошлось. То есть все, они исправили, поправили, все хорошо. Вот когда приезжают люди, взрослые же люди приезжают покупать, вот видят вас двоих молодых парней. Вопросов много. Нет такого вопроса, типа, что? Как бы, знаешь, бывает такое, что люди ожидают видеть кого-то более взрослого. А когда приходят два парня молодых, может они вам говорят, а где ваши родители? Какие были прикольные вопросы по этому поводу? Ну, наверное, нет, таких вопросов, наверное, не было. Все, конечно, тактично себя ведут. Вот, но, конечно, возникают вопросы там. И всегда, когда приезжаешь, там у соседей миллион вопросов. Вот там вот, где мы были с вами, там сосед вообще недоумевает. Как здесь гектар? Вот у них, как у них гектар? Что они вообще, что же они за люди? Ну, кто-то сомневается, но все равно все же упирается в то, что документы посмотрели, все увидели. Как бы у всех вопрос, скиньте выписку. Выписку посмотрели, все понятно, там все черным по белому написано. За твоей спиной стоит дом двухэтажный. И этот дом тоже строили вы, но через фирму. То есть вы кого-то нанимали, построили и перепродали, верно? Да, мы брали в фирме как раз-таки вот бюджетный. То есть у нас задача была построить дом, выкупить землю собственность, заработок основной на земле. Дом как бы построен. Вот здесь у нас было 20 соток и к вопросу о том, вот если там мы взяли вот эти 25 соток за 500 тысяч годовой аренды, здесь мы бились тогда и брали его за 4,5 миллиона годовой аренды. То есть ежемесячная плата у нас была там 350 тысяч рублей. Поэтому, конечно, самое быстрое решение. Ну и мы тогда еще не строили сами дома. И мы взяли вот дом в фирме. Участок мы также вот видно огородили забором. Мы продали 10 соток и дом, и отдельно продали 10 соток. И сколько вам удалось выручить? Здесь мы тоже вложили порядка 4,5 миллионов. То есть это земля, потому что она была дорогая. И дом дешевый был, потому что он был взят в фирме. Вот, соответственно, продажа была, по-моему, участка с домом за 5,5 миллионов и отдельный участок за 1,8 миллиона. Наконец-то хоть тепло становится, даже вместо чая водички. Простой вообще шикарно заходит. Какая цель? Вот вы на сегодняшний день уже там к 24 годам подходят возраст. Вообще сами что думаете? Чем вы будете заниматься дальше? Так и будете все больше и больше плотнить домов или как? Да вот конкретно цели зарабатывать там еще больше, еще больше у нас нет и особо не было, наверное. Есть желание вот какой-то капитал сформировать, чтобы можно было разные проекты реализовывать еще. Сейчас думаем в сторону спецтехники. Думали про КАМАЗы, тракторы, GCB, там вот экскаваторы. Потому что каждый день платим им копеечку, платим, чтобы нам привезли, чтобы нам поравняли. И понимаем, что в принципе вроде там складывается математика хорошая. Но сейчас поняли, что конкуренция очень высокая. И если будем задумываться, то может быть в сторону производства определенного в этой сфере. В сфере строительства? В сфере вот таких сыпучих материалов, думаю, может быть про то, чтобы дробить отходы. То есть дробить бетон и делать вторичный щебень. Но ряд вопросов стоит сейчас. Общаемся со всеми, с кем работаем. Со всеми трактористами созвонились, с тем, кто ими руководит, кто владеет этой техникой. Всем задали там много вопросов. Поездили также по области, посмотрели, как сейчас работают такие производства. Но это уже промышленные такие масштабы, глобальная история. Там нужно гектары промки брать. И при этом, чтобы она имела там хорошие подъездные пути. Ну и техника стоит нереальных денег. То есть дробилка хорошая, там порядка 60 миллионов стоит. Слушай, а почему вообще мысли появляются, уйти вообще в другое направление? Казалось бы, смотри, вам мало лет относительно вообще так в целом строительства. Вы сейчас еще год, два, три набьете себе нормально руку. Уже найдете ту самую успешную какую-то золотую комплектацию дома, планировку. И дальше поток. Нашел место. О, здесь мы точно продадим. Построил, продал. Вот, простая схема, легкая схема, доходная схема. В любом случае, в минус вы работать не будете. Вы всегда будете заработать. Зачем вам какие-то дробилки, еще что-то? Можешь объяснить? Ну, у нас так принцип построен, что мы пробуем, все пробуем новое. И на доме тоже. Мы могли просто брать дома в фирме. Там это очень системно получается. Оплатил, на месяц забыл. Можно там не смотреть, даже пофиг же, как построят. Все равно, если низкую цену сделать, то купят. И вот на участке заработаешь, какой-то дом поставил. Но вот нам интересно все новое. Поэтому и с этой сферой тоже. Мы уже здесь достаточно много чего успели сделать. И дальше смотрим, чтобы пойти во что-то новое. Дорогу, получается, тоже вы делали? Дорогу тоже мы делали. Обошлось здесь. В том сезоне была крошка подешевле была, подешевле был. Здесь 250 метров дороги. Вышли нам порядка 400 тысяч рублей. А забор тоже вы ставили? Нет, забор не мы. Это уже люди сами, да, продолжают? Здесь у нас... Вот здесь, допустим, участки у нас. Вот опять же, здесь мы брали за 4,5 миллиона годовой аренды. Эти же участки по 15 соток. Но мы стали единственными участниками. Взяли их под 300 тысяч годовой аренды. То есть довольно дешево. Вот здесь вот сейчас был на торгах участок. Его взяли тоже за 3 с лишним миллиона годовой аренды. Вы? Нет, не мы. А кто-то, да? Кто-то, да. Мы не стали вообще биться. Смысл разгонять эту вообще цену? Ну, бессмысленно. Вот, также линия электропередач здесь не просто так взялась. Тут было поле просто. Вот такое же поле здесь было. Тоже заплатили кучу денег по ТУ и поставили нам здесь вот эти прекрасные столбы. Здесь тоже взят в аренду участок был. То есть он уже больше полутора лет в аренде у человека. Он уже заплатил баснословные деньги. И не знаю, почему он медлит за стройкой. Но вот тоже на продажу делает. Дальше в самом конце улицы нас встречает одноэтажный дом. Наш тоже. Там у нас 13 с половиной соток. Вот здесь интересно. Это первый наш дом с хоместейджингом. Где мы его сделали, забабахали, удивились, как это классно выглядит. И вложив сюда 5 с половиной миллионов, то есть казалось бы дом меньше, но много прочих расходов получилось. Это была зимняя стройка. Плюс линия электропередач, дорога. Все это вложило в себестоимость. И вышел вот такой же дом 5 с половиной. И 13,6 соток земли. Продали мы его за 9 миллионов 200 тысяч. То есть вот хорошее... А как быстро вы его продали? Продали мы его где-то за 2 недели. Доски объявлений, правильно? Да, доски объявлений. Цикл продажи у нас вообще обычно это... Вот самая быстрая продажа была с первого показа. То есть там 2 дня был в продаже там. Это Дмитровский район. И самое долгое, наверное, это 3 месяца. Вот вы ходите по этому поселку. Вы же здесь, в принципе, уже давно. Сколько вы здесь? Да, мы уже третий год, по сути, здесь. Вас уже здесь все знают? Да, вот Калина как раз-таки соседка говорит, о, привет местным застройщикам Якунина. Я говорю, ну, да, здравствуйте. И классно, вот я здесь с ребенком вечером ходим, гуляем с женой, с ребенком. И проходим эти дома. И когда первый раз мы здесь прошлись, я вообще охренел. Думаю, блин, как классно. Вот ты ходишь, а тут люди живут, на выходные приезжают. И ты реально выполняешь какую-то функцию созидательную. Ну, по сути, ты оставляешь после себя след. И поэтому не хочется строить плохо, хочется строить хорошо, чтобы тебе в ответ не плевали с окна, а улыбались. Еще наш самый первый дом, который мы строили со своей бригадой, то есть это был прошлый декабрь. Вот, это мы строили в районе Черноголовка. Классный барнхаус. Приложу фотографии тоже. Вообще со вторым светом. Высота потолков 7 метров. То есть мы залезли в стройку уже, научившись, да, на фирменных домах, посмотрев, как нужно строить, как бы решили, а давай с забубением то, что вот мы прям хотим. Неважно там, ну, мы, конечно, ставили рамки бюджета. Мы говорим, давай вот сделаем прям максимально все, что только можно там. Сделали вот этот второй свет. Абсолютно неподходящую планировку для жизни людей. То есть это конкретно дом выходного дня. Ты приехал, у тебя кухня-гостиная с вот этим высоченным потолком. Две спальни наверху, одна спальня внизу. И они по 12 квадратных метров. Вот, и два санузла. И, собственно, у нас там водяное отопление, теплые полы, там, под газ все собрано. Все классно, прекрасно, но этот дом вышел нереально дорого. То есть с тем, что мы еще только набивали руку, опять же, если вот человек просто начнет строить дом, как мы вот начали, это выйдет сильно дороже, чем у нас сейчас получается. То есть там у нас себестоимость вышла в районе там 80 тысяч вообще за квадратный метр. Очень дорого. И продали, ну, мы его строили долго тоже, потому что там и штукатурная работа были, стены под покраску, стяжка, это тоже все срок занимало. Ну и аренда там была немаленькая, по-моему, миллион четыреста. Вот себестоимость, в общем, вышла там 8,5, по-моему, миллионов. И там продали за 10,5. Ну, то есть получилось заработать совсем немного относительно срока и относительно вложений туда. Вот. Ну и минус налог, естественно, тоже за 10 миллионов, там, 700 тысяч рублей. Вот. Поэтому, ну, мы вообще нисколько не жалеем. Это реально супер классный дом. Вообще вот дом выходного дня просто сказка. Там огроменные окна, очень классно. И он в лесу находится. И позади, справа, слева от него только лесфонд. То есть вообще супер. Там еще была смешная история, когда у нас приезжал туда покупатель. Он спросил нас так, можно я здесь останусь на ночь? А там ничего нет, ни мебели, ничего. Мы говорим, ну, да, без проблем. Он остался на ночь там. Там дремучий лес. У тебя только твой дом. Ну, есть соседи, но, видимо, их тогда не было. Но суть, что вид прямо в лес. Так вот, звонит ночью этот человек. Говорит, что здесь происходит? Тут кто-то в лесу ходит с фонариком. Я спрятался в комнате на втором этаже. Все в доме выключил. И тут сижу. Серьезно? Да, это реально история. Это взрослый мужичок. Взрослый мужик приехал покупать себе дом. Вообще выпуск должен был получиться на 2 часа. Ровно столько мы наснимали. Я стараюсь его подрезать, оставить все самое интересное. Хотел уложиться в 1 час. Но сегодня мы эту границу перешагиваем. Так более того, есть что добавить. Вот касательно косяков. Парни молодые, на позитиве. Тем не менее, само собой, косяков при строительстве встречалось разное количество. Не нужно думать, что все сладко-гладко. Всегда все получалось. В том числе натыкались на некачественную рабочую силу. Прошли тот этап, когда приходит мастер на все руки. Я все умею. От строительства до отделки все сделаю. С такими даже дел иметь не хотят. Была ситуация, когда рассказывали, что сделали свайно-винтовой фундамент. Сделали его с нарушением. И одну из свай выдавило грунтом. И сейчас нужно дом поддонкрачивать. И все это дело переделать. Это геморрой. Это тяжело. Все это есть на их опыте. И с каждым домом последующим они набивают себе руку. Они набивают себе опыт. Начинают от планировок. Качество строительства. И так далее. И так далее. Поэтому здесь подводим такую черту, что с косяками сталкиваются регулярно. Но стараются от них уходить. Далее. Долги. Вот прям ровно такая у меня графа и стоит. Я им естественно задал вопрос, что вообще на сегодняшний день вы имеете. Напоминаю. Зашление в этот бизнес с 3,5-4 миллиона рублей. Но 12 миллионов рублей долг на Иване. Ипотека. Люготную ребята взяли. 12 миллионов долг на Андрея. То же самое. Ипотека. Льготную взяли. И 12 миллионов рублей они привлекли через своего одного знакомого. С кем Андрей познакомился. То есть это не папа, не мама. А привлекли человека, который им дает эти деньги в долг под 2% в месяц. То есть с 12 миллионов он получает ежемесячно 240 тысяч рублей. Как вам такое? Ну это высокая ставка, высокий процент. Но парни вот работают, крутятся, вертятся. Видеоролики, они дали весь материал, что они постоянно присутствуют на стройках, сами занимаются, помогают, вникают, развиваются. Значит, что с родителями? Наверняка отец строитель крупная компания, у другого мама депутат и так далее, и так далее. Ответ нет. Рабочие специальности абсолютно. Более того, если не ошибаюсь, у Андрея мама имеет инженерное образование. И она им на каждый дом делает разметку по розеткам, берет за это деньги. То есть, пожалуйста, коммерческие отношения. Ивана, жена дизайном занимается. То есть, такой получается некий семейный подряд. Но такое, чтобы сказать, ну вот там отец, у него компания с миллионными оборотами. Нет, друзья. Ну нет, вот вам вся ситуация. Поэтому это специально я прям акцентирую. Для всех тех, кто ни во что никогда не верит. Сидя на диване, это все разводняк, это дети мажоров. Отвал. Просто отвечаю вам, отвал. Но пользуясь случаем, хочу сказать даже родителям. Я надеюсь, они посмотрят. Родители Ивана и Андрея. Дети у вас во. Вот на таких детей надо равняться. Когда даже в 16-17 лет ребенок начинает проявлять интерес к зарабатыванию денег. Так, купить кроссовки мы можем брать. Но это круто. Когда в 19-20 лет на скопленные уже капиталы ребята принимают решение пойти в строительство. В сложную сферу ответственные проходят все этапы сами. Но это низкий поклон. Я вам со всей ответственностью говорю, что не ерничая. Молодцы. Я прям вот сам бы гордился, если бы у меня когда-то дочь будет проявлять себя так же. У меня дочка, подчеркиваю. Возможно, сын когда-то будет. Кто знает. Посмотрим. Но в этом плане я прям получил удовольствие. Даже и от съемки, и от монтажа. Послушав реально грамотных парней. Значит, готовые дома, для кого они нужны? Ну, у кого-то может возникнуть вопрос, да нахрен это надо? Они строят дом за 7 миллионов, а продают его за 13 с половиной. Акцент весь был сделан на том, что чтобы построить дом за 7 миллионов, нужно пройти все круги, изучить рынок полностью, наладить это производство за эти деньги. Вы, если пойдете строить сами, никто вас от этого не отговаривает. Вперед. Стройте себе дом сами. Но потом напишите, по какой цене вы построили. Есть люди, которые так же дотошно вникнут во все. А есть те, кто скажут, да нахрен мне это надо? Я работаю, зарабатываю. В стройке я не бум-бум. Тратить на это время не хочу. Куда нести деньги? Только лишь, внимание, дайте мне готовый, качественный дом, куда уже можно заезжать и жить. Вот, пожалуйста, рынок. Есть запрос, есть ответ. Все просто, все элементарно, как мне кажется. Для чего им этот ролик? Я спросил одного и второго. Смотри, мы на вас не оставим никаких ссылок. Вам никто не придет. Никто ваш дом через нас, через канал, через видео не купит. Молодость, хотят так же рассказать о себе, поделиться, что они есть. Понимаете, ими надо строить с молодостью. Что там ждет их впереди, я думаю, светлое и прекрасное будущее. Поэтому, друзья, здесь, что называется, ну все, вот так вот я делаю. Все, все, выпуск готов. Готов, все. Все готово. Осталось только лишь высказать вам ваше мнение в комментарии. Я считаю, что ролик получился действительно шикарный и полезный. Мотивационный. Кто-то сейчас загорится. Но, ребята, внимание, хочу сделать акцент. Спокойно. Взвешивайте, думайте, принимайте решение взвешенное, еще раз повторяю. И только потом уже начинайте заниматься различными историями. Вот, пацаны изучали много всего. Ребятам огромное спасибо, что пригласили и приняли участие в выпуске. Ссылочка на спонсора выпуска ждет вас в описании. В первом закрепленном комментарии ждет телеграм-канала, в который я вас всегда приглашаю подписаться. Не добавить, не убавить. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok